На следующей ступеньке в линейке моторов Сузуки находятся моторы 4, 5 и 6 лошадиных сил. 10 лет назад данные модели прочно заняли свою нишу и по сей день они остаются невероятно популярны в легком классе. Почему? Давайте спросим у специалистов. Здравствуйте! Эти моторы действительно очень популярны. В первую очередь это уже серьезная заявка на хорошую скорость, ведь многие надувные лодки могут глиссировать под моторами 4, 5 или 6 лошадиных сил, а это уже качественный скачок. Очень актуально это на реках, где скорость течения выше 7 км в час, потому что в глиссирующем режиме можно покрыть большие расстояния и идти против течения. Также моторы 4, 5 и 6 лошадиных сил успешно используются в качестве резервных на небольших катерах, примерно это до 7 метров длины. И также мотор может использоваться в качестве основного на небольших яхтах. Давайте на примере мотора 5 лошадиных сил. Изучим всю серию. Моторы 4, 5 и 6 сил отличаются друг от друга незначительно. Я потом акцентирую, чем именно. И в данном случае снимаем крышку капота. Пластиковые застежки спереди и сзади. Крышка легко снимается. Сама крышка выполнена из пластика. Пластик достаточно упругий. Случайно его поломать вряд ли получится. Но если захотеть, конечно, можно и раздавить. Вот у нас, собственно, мотоголовка, силовой блок. В отличие от мотора 2,5 лошадиных сил, в этих моторах уже мы можем видеть топливный насос. Вот топливный бак, емкостью 1,5 литра. Крышка подстрахована металлической цепочкой. На крышке имеется вентиляционный клапан. Топливо попадает. На топливный насос в системе имеется небольшой топливный фильтр. Если бензин с какой-то посторонней примесью, задача этого топливного фильтра – остановить эти примеси и не допустить до карбюратора. Далее топливо попадает на карбюратор. Мотор у нас одноцилиндровый. И, соответственно, топливо-воздушная смесь уже попадает в цилиндр. Мотор четырехтактный. Объем двигателя – 139 кубических сантиметров. Для одного цилиндра это достаточно много. Мотор за счет этого обладает хорошей тягой, хорошей приемистостью. Как побочный элемент одноцилиндрового исполнения присутствует вибрация. И нужно обратить внимание, если вы будете ставить этот мотор на какой-то жесткий корпус. Потому как вибрация одноцилиндровых моторов может резонировать на ваш корпус. И вы будете ощущать эти вибрации. Избавиться от этого сложно. На одноцилиндровых моторах, тем более четырехтактных, это вполне нормальные явления. Далее. Система зажигания. Классическая, бесконтактная. У нас один цилиндр, одна свеча. Сама катушка зажигания находится под кожухом. Кожух маховика. Стартер мотора. На скорости вы не сможете завести мотор. Блокируется стартер. Мотор можно завести только на нейтральной передаче. Сделано это, конечно, для безопасности. В моторах 5 и 6 лошадиных сил уже присутствует коннектор под топливный шланг. В моторах 4 лошадиных сил. Этого переходника нет, но его можно купить отдельно и установить. Если вы собираетесь использовать внешний бак, то лучше сразу приобретать мотор 5 или 6 лошадиных сил. Мотор 4-х тактный. Естественно, в картере находится моторное масло, которое позволяет мотору нормально работать. При покупке нового мотора в магазине нужно будет залить масло, потому как с завода масло не заправлено. Там присутствует какое-то количество, но для нормальной работы этого, конечно, недостаточно. Масло нужно заправить обязательно. Без масла мотор долго не проработает. Он, конечно, заведется, но вскоре заклинит. На кожухе можно посмотреть спецификацию по маслу. В данном случае это масло САЯ 10W40 для 4-х тактных моторов. Емкость картера 0,7 литра. Все это указано на информационной табличке. В 2012 году был изменен поставщик карбюратора. То есть раньше карбюраторы стояли от производителя Кюллер. Сейчас устанавливается карбюратор от производителя Валбро. Карбюратор сделан, то есть управление карбюратором сделано по принципу тянущему. То есть пуш-пульная система, которая использовалась раньше. То есть это трос, который и тянет, и толкает. То есть она сейчас не используется, потому как двухтросовая система, она более надежна. То есть если мы управляем карбюратором, то есть дарселируем на румпеле, то видно, что один трос у нас тянет. И когда мы газ сбрасываем, у нас также второй трос также тянет. Это вот как раз та модификация, которая используется в достаточно свежих моторах. Это 2012-2013 год выпуска. Ну и в 2014 тоже такая система будет сохранена. Модели 4 и 5 лошадиных сил имеют минимальные отличия. На модель 6 лошадиных сил устанавливается другой карбюратор и другой впускной коллектор. Вот сейчас можно увидеть отличия во впускных коллекторах между моделями 4 и 5 и 6 лошадиных сил. 6 лошадиных сил мотор находится слева. Немного о нижней части. Струбцина данного мотора имеет 5 положений регулировки угла откидки мотора, а также 2 положения для движения по мелководию. Для удобного управления мотором на струбцине имеется регулятор усилия поворота вправо, либо влево. Аналогичный регулятор имеется и на румпеле, для того, чтобы можно было зафиксировать какое-то определенное положение газа. При отпускании ручки это положение сохранится. Давайте сымитируем первый запуск мотора. Будем считать, что маслом мы уже его заправили, уровень проверили. Бензин в баке у нас также есть. В первую очередь необходимо открыть вентиляционную крышку бензобака, открыть краник подачи топлива из бензобака на топливный насос, установить нейтральную передачу, вставить чеку, вытянуть клапан подсоса, сделать одну медленную потяжку стартера и затем резко дернуть ручку стартера. Мотор должен у нас завестись. Если не завелся с первого раза, заведется со второго, ну, либо с третьего. Мотор нужно прогреть некоторое время. По мере прогрева. Убираем подсос, немного подгазовываем, чтобы мотор не заглох, если он еще до конца не прогрет. И сбрасываем газ, включаем передачу и даем ход. В принципе, вот и все. В заключении я хочу напомнить, что при покупке нового мотора будет разумно приобрести моторное масло, трансмиссионное и одну запасную свечу. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Субтитры подогнал «Симон»